Учёными доказано, что прикосновение – это физиологическая потребность. Если их не хватает, человек испытывает чувство одиночества и пустоты. Но что делать, если вас обнять некому? Оказывается, можно просто сходить в спа-салон. Сеанс массажа поможет компенсировать дефицит физических контактов. И в условиях наших сейчас, пандемических, из-за недостатка конкретно живого общения, из-за тактильных эмоций, таких не хватает, наступает такой определенный тактильный голод. За один сеанс массажа мастер способен с излишком восполнить дневную норму прикосновений. Во время процедуры у пациента снижается уровень гормона стресса, кортизола, и выделяются гормоны счастья – эндорфин, серотонин, дофамин, а также окситоцин. Считается, что массаж лучше начинать с головы. Это помогает человеку отпустить лишние мысли, расслабиться и даже впасть в своеобразный транс или даже сон. Он буквально переключается, как будто бы вот все, сейчас другое время, час, который посвящен себе, который ты можешь расслабиться. После головы мастер переходит к массажу спины. Именно там чаще всего возникают зажимы, ведь на позвоночник приходится большая часть нагрузки. Массаж выполняется пятью основными техниками – поглаживанием, растиранием, выжиманием, разминанием и вибрацией. Кстати, есть техники, направленные на максимальный контакт с клиентом. К примеру, в массаже ломи-ломи мастер использует для работы не только ладони, но и локти, предплечья, колени и ступни ног. В конце процедуры даже есть имитация объятий. Мастер берет гостя под колени, за спину получается, и держит его как ребенка на руках. Ну, такое подобное, что-то максимально близкое к объятию. Еще одна чувствительная зона – стоп и ног. Недаром мы так боимся щекотки. Несмотря на то, что эта часть тела постоянно нагружена, человек ее мало ощущает. Именно поэтому прикосновения к нужным точкам на ногах вызывают невероятные ощущения. В массаже, как и в объятиях, важны чувства, которые испытываешь к человеку. Мастер должен быть приятен и вызывать доверие у клиента. Играет роль и сам массажный кабинет, температура, музыка, освещение и даже интерьер. Бывало разное, на самом деле. В этом конкретном случае было очень комфортно. Но иногда, да, бывает такое, когда ты приходишь к массажисту и не можешь до конца расслабиться. Ну, вот, не знаю, что-то где-то немножко напрягает. Но все равно стараешься максимально расслабиться, потому что ты же пользу пришел получать. Оздоровление, положительные эмоции и тепло прикосновений – все это способен подарить один сеанс массажа. Почти такой же эффект, как от объятий любимого человека. Анастасия Кныш, Евгения Малышка, Кирилл Уланов, ОТВ.